Красоты создаются именно из этой модели, либо это... Ну, опять, мы эксплуатируем самое низменное чувство. И тем более, когда еще детские конкурсы делаются, красоты, это... Ну, это вообще, я считаю, кто-то, может, меня сейчас сочтет за какого-то архаика там, да, но не надо детей туда вкручивать, у них еще души неокрепшие. И Господь дает внешние какие-то данные кому-то, да, и не надо с детства уже считать... Я, например, глубоко убежден, что красота человека, она... Самая главная красота – это внутренняя. Сколько раз мы с вами уже в нашей жизни, Юрий, встречали, когда вот видишь девушку, да, красивую, да, и глаз как раз останавливается, как только она рот иногда открывает, думаю, лучше бы ты молчала. И наоборот, иногда так посмотришь, вроде как невзрачная совершенно девушка, да, но, правда, раз так смотришь, глаза какие-то необычные, да, и она начинает говорить, и ты понимаешь, как это просто красавица. И там омут, там просто в эти глаза туда можно окунуться, напиться воды, и, значит, душа поет, да. И потом думаешь, вот первый взгляд, я же вообще думал, она просто какая-то вот... Ну, простушка какая-то, да. Поэтому, ну, вот какие конкурсы могут это оценить? Поэтому, наверное, пусть будут и конкурсы, ради бога, это тоже какие-то шоу, игра, без этого тоже нельзя, что же мы... Вот, но не надо из этого культ делать. Надо, короче говоря, ведь масса вещей можно делать, если вы делаете с любовью, даже иногда не совсем правильные вещи, но с любовью и с правильным посылом душевным у вас все это будет все равно правильно. Ведь не случайно есть такая фраза, когда говорят, правда без любви несправедлива. Казалось бы, как? А это очень все просто. Если вы говорите, вроде бы как истину, но у вас нету в душе вот любви, эта истина может просто убить человека и быть абсолютным, ну, с обратным знаком, да. Только человек любящий, с любовью, он всегда даже истину и правду скажет так, что она будет спасать человека, а не убивать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!